В древние времена, когда еще не было интернета, а на просмотры телевизора собирались всей деревней, великие воины сходились в смертельных битвах, о которых слагали легенды их потомки. Привет, пещерные мамонты! С вами проект Муайтай Сикея и я, Варченко Виталий. А вы сейчас станете свидетелями исторического и легендарного боя между бойцом Муайтай, Нокс Саманом и мастером традиционного карате Сенсея Мадисо. Техника удара, онлайн-курс для домашних тренировок, лучшие приемы, растяжка для бойца, эффективная работа на мешках, лапах и падах, самооборона на улице, избавление от страха уличной драки, физподготовка для бойца, 50 тренировок в закрытом клубе. Забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео. Нам с вами невероятно повезло, что этот бой, который стал в свое время сенсацией, а проходил он в начале 40-х годов, прошлого столетия, сняли на пленку и мы можем сами его посмотреть и сделать свои выводы. А не верить слухам и легендам, как один взлетел, а второй его догнал в вихрем небесного прикосновения божественной ноги. А я вас уверяю, что такие легенды слагались после каждого поединка в те времена, когда свидетелями боя было всего несколько десятков избранных зрителей. Еще одна уникальность этого события для нас в том, что в те времена не было смешения стилей. То есть мы с вами можем наблюдать за настоящим, древним тайским боксом, с его слабой техникой рук, которая заключалась в правом прямом, и полном акценте на миддлкиках и клинчах. В свою очередь мы также можем увидеть настоящее японское каратэ, без примесей других единоборств. А кто что об этом думает, каждый решит и сделает выводы сам для себя, которыми вы можете поделиться в комментах. Кстати, когда в советское время у нас появлялось каратэ, оно также обрастало легендами и мифами. Рассказывали, что каратисты могут ладонью перебивать бетонные столбы, а ногой убить человека. Ну, мало кто думал о том, что все новоявленные каратисты учились самостоятельно по тетрадкам, журналам и фильмам. Да-да, просто просматривая фильм, потом пытались повторять эти приемы. Поэтому в реалии, если кто-то из них шел испытать свою открывшуюся вселенским потоком сверхсилу к боксерам, а это был единственный ударный вид единоборств в то время, то очень удивлялся, лежа на полу через минуту, почему его нога не сломала кости боксеру после первого попадания. Я это все вспомнил потому, что в Японии школы каратэ были, да и есть сейчас, овеяны еще большим ореолом мистики и придания им статуса сверхлюдей, которые взглядом убивают серебристого тигра, догоняющего золоторогую лань. А как вы уже догадались, наш бой проходил именно в Японии, где местный авторитет сенсей должен был показать всем согражданам, что каратэ лучшее в мире единоборство. А теперь перейдем непосредственно к бою. Конечно, это не мясорубка Замбидиса с Шахидом, но в то время практически все бои проходили в таком темпе. Тайский боец ожидаемо делает акценты на миддлкик и периодически подключает правый прямой, когда каратист сближается. Сенсей, в свою очередь, держит дистанцию и отвечает хайкиками в голову, при сближении пробивая прямые руками. Первый раунд однозначно остался за тайцем, так как он больше бил и попадал. Каратист как-то побаивается и выбрасывает мало ударов. Для меня остается одна загадка, почему боец Муай Тай не использует клинч. Он лишь однажды захватил сенсей и попытался сделать скрутку. То есть, по правилам он разрешен, но тайц не проявляет инициативы и не идет ломать каратиста коленями. Не совсем понятно. Или тайц не очень мастеровитый, или правилами было это оговорено. Второй раунд у нас проходит в такой же манере. Тайц поддавливает и засыпает киками, а каратист все выжидает и отвечает ногами в голову. Хочется отметить, что у каратиста стойка каратиста. Как это не смешно звучит, но опущенные руки на поясе меня всегда удивляют. За это он уже пару раз поплатился, когда тайский носорог попадал ему правым прямым. Но в ударах руками у тайца нет мощи и взрыва. Да и, честно говоря, ногами он бьет как-то вяленько. У меня постепенно складывается впечатление, что ему отсыпали пару килограмм суши и сказали, чтобы он работал на вялике. А то избивать легендарного сенсея на глазах у выдумщиков легенд не по понятиям мифических единорогов. Но, возможно, это все мои догадки. А на самом деле, в те времена действительно бойцы были такого уровня. Ведь больших денег за бои не платили. Не было рекламы, телевидения. А для основной массы бойцов это было хобби и подработка. Между посевами риса, обработкой полей и уходом за домашним скотом. Хотя, с другой стороны, на такие бои страны выставляли лучших своих бойцов. Ведь это было не просто противостояние стилей, а престиж целой страны. В ринге дрались не боец Муай-Тай и каратист, а Таиланд против Японии. Поэтому оба бойца должны были быть великими чемпионами у себя на родине. Третий раунд начался повеселее и гораздо активнее. Это уже в стиле Муай-Тай, где первый раунд всегда легкая раскачка, а вот второй и третий полная рубка. Что и решил показать Таец, начиная серьезно поддавливать Сенсея и выстреливать более быстрыми ударами, подключая колени. Один из хайкиков все-таки достал каратиста и рефери дает отсчет. Продолжение следует... Тайская анаконда, почувствовав запах страха, начинает обивать и давить жертву, а японские самураи начинают все больше бегать и все меньше отвечать на удары. Становится явно видно, что Сенсея уже полностью выдохся, хотя наносил гораздо меньше ударов. А Таец его пару раз откровенно жалел в клинче, просто отпуская после парочки коленей. На четвертый раунд тайский слон вышел топтать, а японский гепард убегать и выживать. Не было в его виде желания реванша и кровавой мести. Классная серия из четырех поджопников. Полностью уничтожает авторитет мастера каратэ. Все-таки подаренные суши, наверное, были невкусные, и Таец не оценил этот подарок, так как явно нацелился на досрочную победу. Все-таки Таец вспомнил про колени и сделал очень неплохой заход в клинч. Еще парочку коленей и миддлкиков полностью убивают все желание продолжать бой у каратиста. Но бой, как ни парадоксально, заканчивается правым прямым. Надеюсь, вам понравился этот легендарный исторический бой. Поделитесь в комментах своим впечатлениям. Подписывайся на канал, жми колокольчик, ставь лайк и делись этим видео с друзьями. Пускай заценят старую школу Муай-Тай. А если ты хочешь рубиться так же, забирай бесплатные видеокурсы в описании под видео. Настойчивости в тренировках! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok